11.06 в Кирове, дневной разворот, Владимир Сметанин. Юлия Афанасьева, добрый день, приветствуем вас. Сегодня вторник, 11 июля. Весьма у нас насыщенная программа сегодняшнего разворота. Несколько слов о втором части скажу. В минувшую пятницу мамы, как самые активные жители, наверное, нашего города, встречались с временно исполняющим обязанностей губернатора Кировской области Игорем Васильевым. И там поднимались самые разные вопросы, касающиеся семьи, рождения детей, поддержки семьи. В частности, было озвучено предложение по такой модернизации, наверное, да, одной из мер поддержки, это вот выдача леса и предоставление участка земли. При рождении третьего ребенка в семье было высказано предложение, а может быть, домокомплект какой-то выдавать уже сразу, да? Это намного облегчится, по мнению участников этой встречи, собственно, процесс построения нового дома и так далее. Ну, к нам придут самые активные мамочки нашего города, и это все будет во втором части. Да, мы с ними обсудим и материнский капитал, и пять тысяч рублей, которые предлагают выплачивать молодым мамам, у которых дети не ходят в детский сад после полутора лет. Ну, а в первом части мы разговариваем про экологию, а именно раздельный сбор мусора, как организовать его в конкретном микрорайоне города. Дело в том, что буквально в конце июня в Кирове прошла межрегиональная экологическая конференция Общероссийского народного фронта, на которой говорили в том числе и об этом. Стоит ли раздельно собирать мусор? Что для этого нужно? Как это организовать? И стоит ли начинать это делать в отдельном доме, в отдельном дворе, в отдельном районе? Какие у этого есть плюсы, какие минусы и как это практически осуществить? Мы сегодня говорим об этом с нашими гостями. Это Сергей Фомин, директор Института химии и экологии Вятского государственного университета. Добрый день. Добрый день. Еще одна наша гость. Анастасия Скорихина, руководитель фонда развития территории земля жизни. Здравствуйте. Анастасия, добрый день. И вот только что на свое место присел Константин Пересторонен, житель поселка Костино, общественный инспектор движения «Экоконтроль» в Северной Константине. Да, добрый день. Приятно познакомиться, еще раз встретиться на нашей площадке. Итак, раздельный сбор мусора. Я уже говорил до начала программы, что, наверное, не надо забывать о том, что проговаривать придется элементарные вещи. Раздельный сбор мусора кому-то он уже, наверное, оскомину набил из наших слушателей, но так или иначе. Наша радиостанция, что уж греха таить, еще раз стоит напомнить, активно занимается продвижением этих экологических идей, идеей природных забережений, в том числе раздельного сбора мусора. Давайте напомним, сейчас на каком уровне раздельный сбор мусора у нас в городе представлен? Анастасия. На данный момент... Да, один из ваших приоритетных направлений работы. Да, направлений деятельности. На данный момент компания САХ, бывшая сейчас КДУ-3, практически во всех дворах, ну, подавляющее большинство дворов, стоят контейнеры синие-желтого цвета, которые собирают бумагу и пластик-стекло. Только обслуживающие, которые САХ обслуживают. Да, да. То есть у нас есть другие еще фирмы, которые осуществляют вывоз мусора. Спасибо, да, что подметили. Да, соответственно, с 2010 года идет такая история, и сейчас вот на уровне, по крайней мере, в тех схеме прописано, что 8% у нас из всего мусора, образованного в городе, сортируется, но по информации непосредственно с предприятия 1% примерно. Всего лишь? То есть в 8 раз меньше? Да. Ой, как такое может быть? Почему мы обманываем себя даже при таких незначительных установках? Я скажу так, 8% это совсем не та цифра, к которой стоит стремиться. То есть вот я лично, мы сейчас будем инициатором того, чтобы в терсхему внести изменения, чтобы до 40% всех отходов сортировались и в переработку отправлялись. А терсхема это документ, который администрация города, да? Министерство охраны Куршебы, да. А, министерство на уровне области. И это живой организм, в котором можно постоянно вносить изменения. Мы сейчас выступаем с инициативой внести такие изменения. Ну чем их уже Ростову, например? То есть Ростов, вот они 40% заявили и к этой цели стремятся. Если мы говорим, у нас цель там всего 5%, так нужно планочку-то повышать. Хорошо, Анастасия, а что нужно сделать, кроме принятия, кроме того, чтобы войти вот в эту терсхему, для того, чтобы достичь 40% раздельного сбора мусора? Две вещи нужно сделать, такие прям глобальные. Это инфраструктуру организовать правильно и работу с населением. Вот все, это рецепт успеха, на мой взгляд. Причем инфраструктура у нас, скажем так, сейчас отдать должное нужно САХу организована. Ну то есть уже есть эти контейнеры. Мы имеем в виду раздельные контейнеры. Да, да, то есть контейнеры стоят, вывозятся по определенному графику, да, вся эта история. У нас только бумага и пластик. Ну, стекло еще заявляли, да, со стороны предприятий. То есть, ну вообще-то, они его собирают. Вопрос в том, что его очень недорого принимают переработчики и очень нерентабельно возить далеко. Поэтому у них проблема сейчас накапливания. То есть они вот накопили, а сейчас не знают, пока куда деть. Вот, мы, кстати, тоже, вот, к слову говоря, делаем вятку без мусора, да, то есть это такой проект локальный. То есть мы пытаемся маленькими там усилиями решить вопрос этот. Тоже стекло нам привозят, и мы тоже с ним очень большие, имеем проблемы именно с задачей, переработку. Так вот, а информационная работа с населением, она вообще практически, ну, сейчас на ноле, а в самом начале тоже была очень незначительно проведена, на мой взгляд. Вот это тот самый блок... А где тут основные направления работы как раз-таки с населением? Объяснять людям, зачем это все нужно. Какими способами? Вот, как я сказала на форуме ОНФ, хотя бы как минимум наклеечки наклеить там на контейнеры. Что конкретно, какой пластик, да, мы должны туда класть. Потому что и пластиков бывает 7 видов, и не все из них в переработку, естественно, отправляют, да. То есть хотя бы там вот под бутылочкой выглядит так, а дабыц под шампунь или там из жидких кондиционеров выглядит вот так. И вот это мы туда суем. А все остальное мы понимаем, что, ну, смысла нет туда переполнять эти контейнеры, потому что все равно это на полигон повезется. Это первое. Второе, СМИ, да, опять же, вот вам нужно это должно правильно. Вы работаете с населением постоянно, мы уже там, сколько раз я вас в студии об этом говорю, но это очень недостаточно, потому что все остальные СМИ тоже должны подключаться, использовать свои 5%, которые они должны, да, для социальной рекламы. Именно на, ну, на мой взгляд, конечно же, на раздельный сбор, там, но вообще в целом на экологию, да, на просвещение. И, опять же, вот воспитание населения, да, есть подрастающее поколение. Сейчас, кстати говоря, экоуроков очень много разработано не только самими школами, методический материал, но еще и общественные организации различные есть, которые разрабатывают экоуроки и бесплатно дают учителям ими воспользоваться. Но учителю решать, будет ли он это использовать или не будет. Да, конечно, конечно. Но я к тому, что для школьников, для вообще подрастающих поколений есть разработанные эко-всякие штуки, да, а вот для именно взрослых людей большой вообще просто вот пробел. То есть люди, у них уже есть определенные привычки, у нас с вами, да, есть определенные привычки. Детей проще переучить, сложнее взрослых. И вот с этим контингентом вот прям работать, работать. То есть мы должны понимать, зачем нам это нужно, да, и какую пользу мы получим от того, если мы будем раздельно собирать бутылки стеклянные, раздельно будем собирать пластиковую тару и отдельно там весь остальной мусор и бумагу. В этом плане, наверное, даже проблема не только в том, чтобы собирать, да, основная проблема в том, чтобы переработать. Да, то есть для людей важно, чтобы те усилия, которые они предприняли по этому раздельному сбору мусора, не пропали в пустоту, да. И пластик, и стекло, и бумага в идеале показать людям полный процесс от контейнера до готовой продукции, конечной продукции и вот этой вторичной. Переработки. Прозрачность нужно, прозрачность. И мы вот, допустим, от Саха, я уже два года добиваюсь этой прозрачности, покажите вы людям, что вы там конкретно делаете, что вы перерабатываете. Вообще, в нормальных городах крупных… А что имеется в Саха, поясните? Ну, у них есть базы, где они сортируют, например, как минимум. Это вроде ручной труд? Да, ручной. Вот, соответственно, хотя бы это показать, что вот это сортируем, это там не сортируем. Вообще, я начала говорить, что в нормальных городах, в нормальных компаниях больших, там у них вообще висит камера онлайн, трансляция на сайт, где ты можешь зайти и посмотреть, что с этим вторсырем делается на самом деле. То есть люди действительно должны понимать, во-первых, зачем они это делают, что их усилие недаром. А еще есть две вещи, кнут и пряник. То есть люди должны понимать какую-то монетизацию того, что они делают, пользу для себя, какую-то вкусняшку получить. Например? Ну, снижение коммунальных платежей. Например, если ты сортируешь, да. То есть вот этот тариф за вывоз мусора, да? Да, снижать. А также кнутом, то есть те, кто не понимает, по-хорошему называется, если ты не сортируешь, то тебя наказывают каким-то образом. Ну, например, вот в Европе-то решено же этот вопрос? То есть если ты кидаешь ни тот мешок, ни туда, то штрафуют весь дом, потом тебе приходят жильцы и устраивают темную. Сергей Валерьевич, вы как руководитель Института химии и экологии, ответите, есть какие-то научные методы принуждения, поощрения? Ну, наука занимается, наверное, в первую очередь научными технологиями. По поводу кнута и пряника, ну, конечно, у нас есть социологи, я, к сожалению, к ним не отношусь, поэтому я бы лучше за технологию и за научную основу естественной переработки. Естественной переработки. А давайте вот с Константином поговорим. Это житель поселка Костино, общественный инспектор движения «Экоконтроль». Извините, пожалуйста, мы поговорим с Константином, но после небольшого перерыва сейчас прервемся. Продолжается наша беседа с Сергеем Фоминым, директором Института химии и экологии Вятского госуниверситета. Анастасия Скурихина, руководитель Фонда развития территорий «Земля жизни» и Константин Пересторонин. Приехал к нам из Костино, общественный инспектор движения «Экоконтроль». Говорим мы про раздельный сбор мусора. Да, и вот как раз вторую часть программы. Мы хотели бы начать именно с Константина. Расскажите нам, пожалуйста, в чем заключается ваша работа в поселке Костино. Правильно ли мы понимаем, что в отдельно взятом населенном пункте вы пытаетесь организовать раздельный сбор мусора? Константин мне передал брошюрку, которую я уже изучил. Давненько переданную ранее Анастасии Скурихиной. «Что делать с мусором в России» называется. Это у нас у всех, по сути, настольная книжка. У меня тоже лежит на работе на столе. Гринписовцы, собственно. Константин, поделитесь с нами своим опытом. Добрый день еще раз. Я хотел бы поправить. Данная брошюрка впервые была передана Васильеву Игорю Владимировичу 27 марта на открытии Дня экологии. Лично Константина, между прочим. Лично Константина. Да, поэтому, да, действительно, это настольная книга. И данный тираж такой литературы надо увеличивать. Сейчас непосредственно к ситуации, которой я занимаюсь. Вопрос стал открытым пару лет назад, проживая в поселке Костино, в частном секторе, на улице Юбилейной. И вблизи с домом стоят контейнеры. То есть расстояние данных контейнеров до дома, оно не соответствует правилам благоустройства. Они далеко или близко слишком? Близко. Близко, да. То есть какая-то должна быть охранная зона. 5 метров, расстояние там 16 метров до плодовых деревьев порядка 9 метров. В летнее время мухи и запах, в общем, это мешает жить. Очень дискомфорт. Да, да. И, скажем так, я являюсь единственным заинтересованным в решении данного вопроса. Остальные жители плюс начальство отдела сельских территорий игнорировали данную ситуацию. Ну, вроде как, не у нашего дома все стоит и все замечательно. Ну, и данную ситуацию я решил в другом русле повернуть. Не просто убрать от себя данные контейнеры, заставить принудительно методом кнута перейти на индивидуальные контейнеры и внедрять элементы сортировки уже непосредственно на данной площадке. То есть, для начала, 4-6 позиции мы планируем сортировать на месте данных контейнеров. Своими силами, что ли? Ну, это я, да, с инициативой выхожу. То есть, раз я вышел, я буду это все делать, организовать и саму площадку. А можно уточняющий вопрос, Константин? А правильно ли я поняла, что вместо вот этих трех контейнеров редком, которые стоят на улицах поселка Костино, вы поставили у каждого дома индивидуальные зеленые контейнеры и каждое домохозяйство, жители каждого дома выбрасывают свой мусор в свой собственный контейнер? Мы планируем поставить, потому что предложение, которое я делал два года назад, оно нашло понимание лишь у пяти домов. То есть, в частности, вот пять контейнеров на 70 домов установили. Константин принес с собой фотографии, мы поняли, он сейчас как раз наглядно нам демонстрирует. А вместо этих контейнеров и якобы существующей площадки я хочу оборудовать вот такую площадочку и уже тоже туда современные контейнеры, опять же, с информационной работой для населения, куда что выбрасывать. А вот смотрите, Константин, сколько вы уже этим занимаетесь? Два года? Да, вопрос поднят был пару лет назад. А как вы считаете, почему люди вас не слышат? Ну, вот нет ничего проще, по-моему, индивидуального контейнера у каждого дома. Это решает сразу очень много проблем. Почему люди на это не идут? Из-за чего? Приятно слышать понимание с вашей стороны. У моего дома стоит ровно такой же контейнер. Отлично. У частного дома, да? У частного дома, да. И у нас, в нашем доме организована сортировка мусора. Я также пришел к этому, увидев первый раз индивидуальный контейнер в деревне Пантелеевы. Мы туда с друзьями ездим в баню, то есть это мне очень понравилось, и я решил позвонить в САХ, заключил договор. Большинству же жителей нашего коттеджного поселка любое нововведение, оно достаточно тяжело дается. Ну, как и многие другие вещи. Да, приходилось выслушивать кучу всяких фантастических мнений, лишь бы это не делать. Из-за привычки, из-за денег, из-за лени, потому что придется что-то делать, заключать с кем-то договор на вывоз мусора, платить потом за это. Почему? Это и лень, и привычка. И другой момент, то, что когда стоит там три контейнера общих, допустим, сосед Вася приносит за месяц 10 литров мусора, а сосед Володя приносит 90. И вроде бы как все хорошо. А правильно платят поровну? Ну, возможно, да. Там плата, смотрите, плата идет в управляющую компанию с человека, прописанного в доме. У нас же вот по нашему дому фактически прописано 6 человек, а мусор производили двое только. Сейчас вот перейдя на индивидуальный контейнер, у нас получилась какая-никакая экономия. То есть мы раз в месяц вывозим, у нас порядка там 100-150 литров объемного мусора получается. Какова цена вопроса? При обслуживании индивидуального контейнера мы платим 52 рубля в месяц. Ранее нам приходила квитанция за 6 человек, которые не производили мусор, 218 рублей. То есть порядка там полутора тысяча восемьсот рублей в год идет экономия. То есть вы сейчас возвенчали миф о том, что индивидуальный контейнер это очень-очень дорого и вообще недоступно. Это не так. Да, это не так. Единственный момент, два года назад, когда я выходил с подобным предложением, компания САХ, она предлагала на безвозмездной основе контейнеры. Они говорили, кстати, об этом у нас. Да, сейчас нужно заплатить, но я так полагаю, что возможно какие-то лизинговые схемы, то есть рассрочка, не сразу ты его идешь и покупаешь, а там порядка 50-100 рублей в месяц вместе там с мусором оплачиваешь. То есть решение, в принципе, всегда можно найти. Другой момент, я еще также предлагал, что меня в данной ситуации не устраивало, живя там в частном секторе, большинство органических отходов с огорода, с участка, с грядок, они также поступали в контейнер. Хотя это все прекрасно можно было в определенном там уголке компостировать, добавлять микроорганизмы и этот же компост потом под эти же плодовые, фруктовые деревья использовать. То есть полностью замкнутые циклы. Здесь, опять же, видимо, лень. Ну, вот такая ситуация. Но вот это одна сторона вопроса про индивидуальные контейнеры, а вы еще говорили о том, что пытаетесь сортировать. Да, давайте к этому вернемся все-таки, наша основная тема, разделение отходов. Да, вопрос о разделении, то есть здесь понимание появилось откуда. Ну, не секрет, что мы живем в полутора километрах от полигона. Так называемая свалка вблизи поселка Костино. Которые продлили жизнь. Да, да, да. То есть большинство жителей очень недовольны вот этой ситуацией. Но пока вот активно не заявляют что-либо. Да, были обращения в адрес правительства области. Были получены определенные ответы. Ну, и вот данную ситуацию нужно, скажем так, опять же использовать для каких-то благих целей. То есть нужно показать людям, что на примере данной улицы мы разделяем мусор, определенную часть направляем на вторичную переработку. Тем самым в масштабах города, области, страны, если все частные сектора переходят на такой раздельный сбор, то есть упаковка, вторичка выдергиваются, органика компостируется, тогда достаточно минимальный процент мусора, который не подлежит переработке, идет на полигон. Здесь данный эксперимент, если запустить, поотслеживать, то там через месяц, через полгода, через год появятся какие-то цифры. Когда вы уже планируете реализовать задуманные? Вот сегодня у нас 17.00 собрание состоится по данному поводу. Разнесены объявления и площадку планируют ликвидировать к октябрю 2017 года. Но я думаю, что август-сентябрь я уже буду приступать к монтажу современной площадки под сортировку мусора. На собственные деньги? Разумеется. Другого выхода не видите. В бюджете ситуация вы знаете какая. Анастасия Сергеевич, вот оцените. Ну, просто восхитительный, мне кажется, опыт. Нужно приветствовать как только можно. Ну, в своей семье точно скажу, что мы раздельным сбором занялись не так давно. Во многом, конечно, знакомство как раз с Анастасией сыграло положительную роль. Анастасия научила, прям показала, как это делать? Ну, в принципе, это что, все понятно. Складывая одно сюда, другое сюда. Для меня, как для специалиста по полимерам, достаточно интересный опыт был в разделении по видам пластика. То есть я очень хорошо понимаю, что есть пластики, которые друг с другом просто перерабатывать нельзя. А поясните простым языком, вот в нашей жизни, что это? Есть несколько основных. Пластиковая бутылка, это не то же самое, что там, например... Да, пластиковая бутылка, это полиэтилен терифталат. Гель для душа, это в основном поливинилхлорид. Их перерабатывать категорически нельзя между собой. Даже почищенные, отмытые и так далее. То есть бутылки из-под минералки отдельно. Бутылки из-под шампуня и гелий для душа отдельно. Отдельно. Как правило... Из-под бытовой химии. Ну, бытовая химия тоже в основном поливинилхлорид. Гелем для душа. Да. Значит, причем в пластиковых бутылках есть еще из полиэтилена крышечка, которую тоже желательно отдельно. Пищевые продукты, йогурты, сметана. В основном это у нас полистирол. Это тоже особая проблема. Полистирол очень не любят переработчики вторичной пластмассы. Поэтому мы даже поменяли вид сметаны, которой пользуемся. Пережели с упаковки на полистироле на ту сметану, которая выпускается в полипропилене. Восхитительно. Которая более лаэльно отдасты уже переработчики. В течение нескольких недель мы собираем, накапливаем у себя по коробкам. Дети великолепно к этому относятся. Превратили это в определенную игру. Раз в неделю мы ее набранный пластик раскладываем. Они сортируют. Пересчитываем. Пересчитываем. Взвешиваем. И периодически вывозим. Как раз вот Анастасия с ее фондом. Они периодически организуют вот этот сбор. И мы там с мешками уже, можно сказать, что постоянные гости. А до тех пор, пока не вывезете, все складируете дома? Да. Понятно. Много это место занимает, да? Ну, уголок в кухне. Знаете, такой есть столик киевский. Ну, небольшой, еще он метр на метр. Ну, вот под ним и над ним коробки стоят. И неудобств не создает таких. Да нет. Стоит незаметно. Справляемся. Я хочу прокомментировать просто. Слушай, Сергей Валерьевич, вот низкий вам поклон за то, что вы лично это делаете и начали делать. Мало того, вы же транслируете дальше. То есть вы с точки зрения личности, да, даете пример, а еще с точки зрения руководителя такой большой организации. И очень, ну, это как бы такое, опять же, мое, да, что очень надеемся, что раздельный сбор в политехе все-таки будет. Вот лично, я вам точно скажу, очень просто это сделать. Просто нужно взять и принять решение. Да, я начинаю с завтрашнего дня или, может, даже с сегодняшнего. В организации все гораздо сложнее. То есть я же понимаю, что даже если мы поставим контейнеры, да, у нас есть на аутсорсинге клининговая компания, значит, с которой нужно провести переговоры, договориться, чтобы она, значит, эти контейнеры раздельно раскладывала, где-то накапливала. Нужно ставить дополнительные контейнеры во дворе учебных корпусов, а их у нас под два десятка, да. Надо контролировать их заполняемость, надо изменить договорные отношения с организацией, которые осуществляют вывоз мусора. Может быть, даже сменить организацию. Для университета, который является достаточно большой и достаточно инверсной системой. Да, хозяйственная единица. Это очень сложно. Я сейчас работаю с Сбербанком, я разрабатываю им систему раздельного сбора. То есть они сделали как раз запрос, чтобы во всех отделениях всей Кировской области был как раз раздельный сбор мусора. Я очень понимаю, о чем вы говорите, потому что я два месяца наблюдаю за их системой вообще получения отходов, да, как раз клининговой истории. И да, это действительно очень непросто, там, изменить существующие схемы в взаимодействии с контрагентами. Но я, к слову, к тому, что если я вот сейчас это сделаю, внедрю, то я, у меня есть что будет сказать для политех. Это первое. Отлично. Да, это первое. Второе, я хотела бы сказать, что вот я тоже два года занимаюсь изучением системы раздельных сборов в разных местах. И вот, знаете, я могу сейчас сказать одну вещь, очень такую, то, что до меня дошло, кстати, не очень давно. Вот мы на акции «Вятка без мусора» принимаем 7 видов пластика, стекло, бумагу и призывали, ну, я лично раньше говорила, что ну что, вы, нужно учиться отличать там поле. Один пластика, другого пластика. Ну что же, там в треугольчике циферки почитайте. Вот. А сейчас я понимаю, что проще, знаете, у переработчика немножечко процесс поменять технологически, например, там сортировку, досортировку, да, чем 140 миллионов людей нашей страны учить там на эти 7 видов. Поэтому вот мое личное сейчас мнение, это должно быть два ведра. То есть то, что вторсырье, то, что действительно перерабатывается, то есть мы не берем там седьмой пластик, который не перерабатывается, да. Это то, что вот первый шаг, с чего нужно начинать. Конечно, нужно идти дальше, да, как бы и стремиться, но первый шаг — это два ведра хотя бы, два вторсырье, то, что угодно к переработке, там должен быть и пластик перерабатываемый, и стекло, и бумага, и то, что уже там, на полигон. Вот элементарные вещи. Вот это может каждый, это точно. Я предлагаю во второй части к этому еще вернуться. Сейчас мы уходим на небольшую рекламу. Напомню, говорим мы сегодня о раздельном сборе мусора, как организовать его в конкретно взятом месте. Раздельный сбор мусора, в очередной раз поднимаем мы эту тему в нашем эфире. Конкретный повод для этого прошедшая в конце июня межрегиональная конференция, экологически организованная ОНФ. И вот по итогам было принято решение следующее. Рекомендовать городской администрации организовать пилотный проект на площадке одного из микрорайонов. С этой целью планируется изучить общественное мнение о готовности участвовать в раздельном сборе мусора. А затем уже сформировать реестр, понимание, целый реестр многоквартирных домов, жители которых, собственно, готовы приступить к этому. Но я так понимаю, что по итогам вот этой конференции был целый список рекомендаций от экологов к властям. Но вот что мне хочется спросить, Настя, когда вам приходится объяснять обычным людям, зачем вообще всё это нужно? Нафига различать семь видов пластика, сортировать всё это в разные мусорные вёдра и потом думать, а как же всё это переработать и вывести? Что вы говорите людям? Зачем им это нужно? Мотивации может быть несколько, но самое глобальное, конечно, с чего мы начинаем, что люди, ну, вы хотите жить там или ваши внуки на свалке через какое-то время? Потому что ведь упаковки с каждым годом становятся всё больше. Все эти регламенты о том, что каждую там какую-то маленькую финтифлюшку нужно упаковать в отдельную историю, приводят к тому, что всё больше и больше отходов образуется, которые везутся на полигоны. Гора всё выше. Вот, Константин не даст соврать. Это первое. Второе. Потребление. То есть мы живём в эпоху потребления, и люди потребляют всё больше и больше. И причём это модно. Чем больше потребляешь, тем лучше. Больше там зарабатываешь, тем лучше. То есть вот эта вот мода на постоянное, бесконечное пропускание через себя непонятно ненужных вещей порой. То есть мы говорим, откажись. То есть если ты купил, то пусти в переработку, то есть не выкидывай. Или дай вторую жизнь этой вещи. Но лучше не покупай. То есть вот прям вот такой цель. Серьёзно задумайся, а нужно ли тебе вообще? Да, цель ноль отходов. То есть когда отходы не образуются, когда они вообще не покупаются в принципе. И что такое вообще отходы, по большому счёту? Это потенциальный любой товар, который просто не нужен стал со временем. Вот и всё. Если мы его просто не покупаем, то вот его просто нет. Константин сейчас как раз говорил, да? О том, что мы потребляем, производим, вернее, больше, чем потребляем. И это тоже путь в никуда. Анализируем достаточно часто советский период. То есть в настоящее время можно наблюдать перепроизводство тех или иных продуктов питания. И маркетологи вообще, чтобы продвинуть этот продукт на рынок, вынуждены придумывать какие-то различные виды упаковок. Зачастую продукт не продаётся, а продаётся сама упаковка. Вот упаковка в дальнейшем идёт на полигон. В советское время, если помните, там пять сортов колбасы было. И всё продавалось в развес. Да, упаковочная бумага. И ничего не покалывалось. Бумага, она либо разлагалась достаточно быстро, либо сжигалась. Всё. Сейчас ассортимент мы видим достаточно большой. И это, как правило, полиэтилен и различные виды упаковки. Как правило, седьмого вида, то есть неперерабатываемые. Да, да. Вот здесь подход к решению вообще конечной цели – это минимизация объёмов на полигоне мусора. И здесь подход достаточно комплексный просматриваться. То есть это также и производители должны включаться в решение этого вопроса, и потребители. Ну, все помнят советский период, когда там стеклянная бутылка, она как оборотная тара использовалась. То есть детишками зарабатывали на мороженое, сдавая несколько. У многих это первые заработки года. Да, каждый человек, который родом из Советского Союза, сдавал бутылки и сдавал картон. Да, то есть всё позитивно, и нужно возвращать. И в Европе на сегодняшний день все пэт-бутылки, они порядка 30 евроцентов стоят. То есть оборотная тара. То есть приходишь в магазин, там 30 бутылок, задаёшь бутылку газ-воды, получаешь обратно. Вот если бы нечто подобное сейчас работало, то очень здорово было бы. Позвольте рассказать анекдот, раз мы уже советское прошлое зацепили. Только приличное. Да, всё в рамках. Папа, а ты пионером был? Был. А что вы делали? Жгли пионерские костры, собирали металлолом, макулатуру. Как бомжи, да. Да, вот сознание уже другое совершенно, да? Да, то есть дети воспринимают, хотя низкие поклоны и уважения этим самым бомжам, определенным слоям населения, которые своего рода роль санитара выполняют в определенных районах города. То есть всегда с ними здороваюсь, уважаю, то есть пусть он там, да, деньги тратит на какие-то другие цели, но определенную работу в очистке города он производит. Да, да. Если бы здесь еще элемент с оборотной тарой, какие-то деньги, чтобы экономическая составляющая присутствовала, если это все запустить, то я думаю, что желающих включиться в этот процесс было бы гораздо больше. Итак, пилотный проект. На площадке одного из микрорайонов. У нас времени остается не так много. Вы готовы поучаствовать? Уж я же задаю глупые вопросы, какими образом. ВИАТГУ, наверняка многие слышали, выступает с инициативой создания идеального квартала для жизни, квартал 119, да, проект такой. Мы с Иваном Губиным разговаривали, он тоже частый гость в этой студии. И ВИАТГУ готов выступить в качестве инициатора, попробовать реализовать данную инициативу на примере квартала 119. Тем более, что там немалую долю составляют общежития ВИАТГУ из числа населения и, соответственно, генерирующих тот самый мусор. Поэтому только за. Мы со своей стороны, со стороны фонда готовы активно включиться, активнейшим образом в внедрение раздельного сбора, где бы то ни было, хоть локально в одном офисе, хоть в квартале, хоть в целом городе или в стране. У нас есть наработанные методические материалы, есть очень много опыта того, что мы можем рассказать, поэтому да, только да, только за. Ну, вы, Константин, тоже согласны делиться опытом? Да, лед тронулся, да, обсуждаем, дискутируем, заимствуем примеры, в общем, ситуацию откатаем на наших улицах и будем делиться масштабом города, страны. Так твердо произнес Константин, отказаться будет невозможно уже вашим соседям. Вообще никто, поэтому другого варианта здесь не рассматриваться. Мы знаем, что ВИАДГУ в ближайшее время, осенью, да, предположительно, планирует проведение акции. Хотелось бы, чтобы вы рассказали об этом в общих чертах, по крайней мере. Есть такая федеральная акция, называется «На чистые игры». Люди по всей стране во многих муниципальных образованиях в игровой форме осуществляют расчистку определенной территории. Суть игры заключается в том, что начисляются баллы за собранный мусор. Если этот мусор рассортирован, при этом издается в цивилизованном виде, это большее количество баллов. И, соответственно, по результатам получаются победители, которые в том числе получают призы, всеобщее уважение и так далее. Мы связались с организаторами, заключили с ними соглашение и планируем в сентябре провести подобную акцию, подобное мероприятие у нас в городе Кирове. А масштабы этой акции? Это весь город? То есть регистрируется, да, кто хочет? Кто участвует? Мы, в принципе, определились с площадкой. Я пока не буду ее называть до официального разрешения массового мероприятия. Но я думаю, что для всех жителей Кирова это будет очень хороший подарок. То есть ориентируемся все-таки на всех жителей Кирова? Однозначно это будут студенты университета. Мы сейчас чуть попозже начнем уже работу со спонсорами. Полагаем, что многие из них, это крупные организации, не очень крупные организации, предприятия, тоже захотят выставить свои команды для такого полезного дела. Анастасия, вот вас хочу еще спросить. Вас не смущает, что у нас акции, то есть деятельность направленная на сбережение природы, природных ресурсов, все идет в каких-то вот играх, не знаю, квестах? Как-то уже жить надо в этом во всем, чтобы это стало закономерностью и уже не задумываться об этом? — Вот на эту тему, вот в этой прекрасной книжке есть одна замечательная картинка. — Да, Настя пришла с книгой в студию, я так понимаю, маркером отмечены самые интересные мысли. — Да, «Путь в чистую страну» Денис Старк — это просто хрестоматия для тех, кто хочет разобраться, как в ней раздельный сбор на отдельной территории. Вот есть такая картинка, где-то у вас тут веб-камера, кажется, есть, да? — Вот. — Вот, я думаю, не очень-то видно. Ну, то есть это, к слову, да, о том, что… Ответ на вопрос. То есть для того, чтобы это стало нормой жизни для всех и чтобы все жили под таким правилом, в эту игру как раз должны включиться и в это все внедрение все слои. То есть и чиновники, и СМИ, и преподаватели, бизнес, волонтеры, активисты, то есть все-все-все-все-все и население. То есть и тогда мы будем действительно называть это образом жизни, а не какими-то действительно акционными вещами, которые… А это возможно только через как раз активную гражданскую позицию. Вот не все равно Сергею Валерьевичу, вот он и внедряет раздельный сбор на своей территории дома и там в университете. — И, наверное, через просветительскую работу, да, с помощью того, чтобы объяснять людям, зачем нам это нужно. — Да, просто должно быть не все равно и очень сильно не все равно. — Ну, позвольте капельку дегтя. Я все-таки, да? А, Константин еще хотел добавить. — Последнее время в нашей стране развивался внутренний туризм. Вот в качестве одного из элементов просветительской работы я хотел бы пригласить всех желающих, готов провести их на экскурсию, партизанскими тропами на полигон вблизи поселка Костино, дабы увидеть результаты жизнедеятельности. — Мне кажется, еще один квест сейчас родится в этой студии. Но на пачках сигарет пишут, чем чревато курение, дабы пробудить сознание у жителей нашего города. Я думаю, что нужно не стесняться показывать, какая экологическая катастрофа там имеет место быть. Нужно изменить сознание по принципу, что вот человек бросил мусор в ведро, дальше все, я за него не отвечаю. За меня там все вывезут, уберут и так далее. То есть дальше я его не вижу, значит, нет проблем. Люди должны видеть, что проблема есть. И она серьезная. — Капелька дегтя. Я имею в виду наш опрос, о котором мы не упомянули ни разу. — Ну, на самом деле, наши слушатели и пользователи наших ресурсов в интернет голосовали. 80% на нашей странице ВКонтакте ответили, что не занимаются раздельным сбором мусора. Занимаются почти 20%. — Так они не занимаются. Вопрос нужно было сформулировать, хотят ли заняться. — Хотят ли заняться. — Да, они занимаются, потому что они не знают, как. Им никто это не объяснил. Как и зачем? — Либо нет такой задачи, например. — Да, зачем? То есть они не понимают мотивацию. — Да, я практически уверен, что очень много жителей города Кирова области готовы подключиться к этому делу, лишь бы только их немножко подтолкнули туда. И они понимали, что вот они контейнеры, или вот сюда нужно привезти. Вот и все. — Вот сюда-то вот тут. — Создание инфраструктуры и немножко информационной просвидетельской работы. — И страшилок немножко еще. — Да, без этого никак. — Я думаю, на этом нам нужно уже закончить. У нас на очереди новости. Мы обсуждали раздельный сбор мусора. Как организовать его в конкретном микрорайоне города. Наши гости — Сергей Валерьевич Фомин, директор Института химии и экологии Вятского госуниверситета. — Спасибо. — Да, совершенно верно. — Анастасия Скурихина, руководитель фонда развития территории «Земля жизни». Анастасия, благодарим вас за эфир. И Константин Пересторонин, житель поселка Костино, общественный инспектор движения «Экоконтроль». Сейчас новости, тематические программы. Вернемся в начале следующего часа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok